Здравствуйте! Вы смотрите самый очаровательный, познавательный и жизненно важный проект национального телевидения «Интересное положение». Это программа о беременности, родах и детях. Меня зовут Ольга Алексеева, и я об этом кое-что знаю. Начну я сегодня с новости, которая заинтересует не только девушек в положении, но и женщин, планирующих свою беременность. Мы поговорим о материнском капитале. О том, что продлили программу «Материнский капитал», многие уже слышали. Владимир Путин сообщил об этом в своем послании Федеральному собранию. Было подсчитано, что материальную помощь получили более 6 миллионов российских семей, в том числе в Крыму и Севастополе. И это положительно повлияло на демографическую ситуацию нашей страны. Темой обсуждения последних дней стала индексация выплат. Было принято решение, что размер единовременной выплаты начнет индексироваться с 2017 года и составит 480 тысяч рублей. В 2018 и вовсе перевалит за полмиллиона. Сумма выплаты будет 505 тысяч. А в текущем 2016 сумма материнского капитала останется на уровне прошлого года и составит 453 тысячи рублей. Изменения затронули цели, на которые можно потратить средства. К уже действующим трем направлениям добавилась четвертая – социальная адаптация детей-инвалидов. Прямо сейчас мы узнаем, как относятся к этой новости жители нашего города. Программа очень хорошая, я еще не воспользовалась. Мы расширяться хотим, надо расшириться. За третьего ребенка дали, еще не дали, конечно, среди ка только дали. И земельный участок. Ждем. Программа о том, что здесь хорошо, а второе ребеночка – это как бог, да, слушай? То, что добавили, продлили этот срок. Уже так немножечко в пользу второго задумываемся. Я согласна с мнением горожан. Продление программы материнского капитала – хороший вклад в будущее нашей страны. Если со сроком беременности вы уже определились, пора задуматься о том, кто будет заниматься вашим малышом после рождения. Смотрим, запоминаем и делаем выбор. Знакомьтесь, гость нашей программы Марина Шеяна. Тема беседы – ведение ребенка первого года жизни. Марина Литиновна, скажите, с какого возраста ребенка можно встать на учет в медицинский центр «София»? Уже прямо после рождения. И в этом случае все патронажи будут осуществляться нашими докторами. Ну, тем, кто у меня на программе, значит, мной. То есть вот как ребенок родился, нужно родиться? Ребенок родился, выписался из роддома, и уже первое же посещение сразу после выписки может быть осуществлено в рамках программы. Хорошо. А на учет нужно встать? Вот как-то заранее подойти до рождения ребенка? Нужно встать заранее до рождения ребенка. Кстати, у меня некоторые мамы записываются на прием уже во время декретного отпуска. До рождения ребенка. И узнают, получают консультацию о ведении ребеночка в роддоме, о том, как себя вести, как… Ну, конечно, все это дублируется роддомовскими докторами, то есть по лактации, по вскармливанию. Но мы просто изначально устанавливаем в таком случае с мамой взаимопонимание. Мы разговаривать начинаем на общем языке уже заранее. В чем заключается ведение ребенка в вашем медицинском центре? Введение заключается в том, что родители и ребенок, наблюдающиеся по программе в центре «София», получают все необходимые обследования, какие предусмотрены приказом по обслуживанию здорового ребенка, Минздоровая Россия, но в, конечно, гораздо более комфортных условиях. Понятно, что у меня гораздо больше времени на то, чтобы объяснить маме, как вести себя с малышом, на то, чтобы выслушать мамины вопросы, на то, чтобы мама могла спокойно поделиться всеми своими проблемами и сомнениями. Ну и второе, на мой взгляд, удобство программы – это отсутствие контактов. В поликлинике ребенок, наблюдаясь волей-неволей, вынужден находиться в очередях, контактировать с большим количеством детей, не только, увы, здоровых, но и больных. Этих недостатков лишено наблюдения ребенка в «Софии». То есть здесь детки записываются на определенное время и, придя к этому времени, попадают непосредственно в кабинет педиатра или любого специалиста. Все ли необходимые специалисты и оборудование есть в центре для ведения ребенка? Абсолютно. Все специалисты, которые должны посмотреть ребенка в декретированные возраста, не только на первом году жизни, но и далее в «Софии» имеются. Причем все специалисты, которые у нас работают, высоко классные специалисты, вот, которым я лично сама бесконечно доверяю и могу быть уверена в качестве их консультации. А обороты у них также возникают? Все УЗИ, обследования, лабораторные обследования, УЗИ-обследования, которые, опять же, полагаются в качестве скрининга детям первого года жизни, у нас в «Софии» имеются. Марина Валентиновна, скажите, делаете ли вы прививки детям? Вообще нужно ли их делать, потому что многие мамы еще в роддоме отказываются от прививок? Прививки – это, конечно, совершенно необходимое мероприятие. Они очень важны, как минимум, с двух точек зрения. Первое – это то, что прививки защищают ребенка от инфекций, управляемых, так сказать, инфекций. А второе, очень важный аспект прививок – это то, что прививки потенциируют ранний старт иммунитета, иммунной системы ребенка. Ранний старт иммунной системы ребенка – это то, что вот само начнет работать. Прививки – это, конечно, очень важная часть, скажем так, выращивания малыша первого года жизни. И я считаю, что их абсолютно надо делать. Прививки ничего, кроме пользы, не приносят. Другое дело, что надо делать прививки тогда, когда надо, и тому, кому надо. Вот это очень важно определять. Именно это позволяет сделать наблюдение ребенка в Софии, которая гораздо более индивидуализирована по сравнению с поликлиниками. Опять же, в силу того, что у меня больше времени на ребенка, чем у бедного участкового врача. У нас очень много народу приходит сюда просто на прививки, потому что мы работаем импортными вакцинами, которые, конечно, являются гораздо более очищенными по сравнению с нашей российской вакциной. Может, это не очень патриотично. В России тоже есть хорошие вакцины, и у нас прекрасная вакцина от гепатита российская. Но что касается АКДС, а это основная страшилка для мам детей первого года жизни, то, конечно, высокоочищенные вакцины европейские намного безопаснее. Выбирает сама женщина, судя, исходя из здоровья, вот вы абсолютно правильно сказали, исходя из здоровья своего ребенка. Почему? Вот эти вот очищенные бесклеточные вакцины, которыми мы работаем, они разрабатывались специально для детей с неврологической патологией, которым противопоказаны температурные реакции. Даже так. Поэтому вот именно им легче считается переносить эти вакцины, и это те детки, для которых приоритетно проведение именно этой вакцинации. Что ж, спасибо, Марина Анатольевна, за беседу. Приходите к нам еще. До свидания. Продолжая разговор о медицинском центре «София», необходимо затронуть вопрос о преимуществах ведения детей в этом медицинском центре. Самое главное преимущество – это то, что каждому ребенку и каждой маме можно уделить гораздо больше внимания, чем в городской поликлинике, либо в другом центре. Время у нас ненормированное. Мама может задать массу вопросов, получить вопрос как по питанию, по кормлению, по прогулкам, по любым интересующим ее вопросам. И самое главное – это индивидуальный подход. Если надо проконсультировать ребенка, все специалисты могут проконсультироваться как совместно с педиатром, так и по желанию мамы в любой момент. Необходимо отметить, что после года жизни ребенок продолжает посещать медицинский центр по педиатрической программе вплоть до 18 лет. В предыдущей программе наша постоянная зрительница «Мама двоих детей» Наталья Григорьева задала вопрос, на который мы обещали найти ответ. Давайте для начала вспомним, что волнует Наталью. Основная головная боль молодых мам – это отдать, конечно, ребенка в садик. Скорая нашему младшему – два годика. И вот мы думаем, возможно ли отдать его к этому возрасту в садик, и возможно ли родителям выбрать этот садик самим. Действительно, эта проблема касается большинства молодых мам, и меня в том числе. Моему сыну сейчас один год и шесть месяцев. Этой осенью я бы хотела отдать его в детский сад. К этому времени ему будет два года и два месяца. Возможно, это или нет, и какие существуют прогнозы – узнаем из сюжета. Детский сад «Ребенок» находится в двух шагах от моего дома. Сейчас мы узнаем, есть ли шанс у моего ребенка попасть именно в этот детский сад и в каком возрасте. 172-й детский сад столицы претерпел много изменений. Он был и военкоматом, и служил административным зданием для управляющей жилищной компании. В 2008 году он вновь стал принимать детей. Ах, хохоти! Сейчас здесь 13 групп, в которых 349 малышей. Но даже дополнительная 13 группа, которая заработала в рамках программы модернизации региональных систем дошкольного образования, ненамного улучшила ситуацию с очередью в этот детский сад. Связано это с тем, что количество новостроек в этом районе растет, а детских садов как не хватало, так и не хватает. Прямо противоположная ситуация в московском районе столицы. Там в детские сады берут деток с полутора лет и даже годовалых. Управление образования города объясняет это тем, что район большой, садов много. Но жителям Калининского района советуют не расстраиваться. Ситуация скоро улучшится. Работа ведется руководством города, республики о том, что строить новые детские сады, где район Лента, новый город, Богданка, Ольгешево. В этих районах просто необходимо. Потому что на сегодняшний день дети возраста 2,5 находятся еще дома и нуждаются в местах детских садов. А пока ситуация не улучшилась, так как постройка детских садов только в планах, нужно ждать своей очереди в действующие учреждения и надеяться на лучшее. Что собираюсь делать и я, потому что мой ребенок 243-й в очереди на попадание в этот детский сад. И вероятность того, что осенью мы начнем обучение, очень маленькая, так как в приоритете дети более старшего возраста. Но с ростом решимости начать строительство детских садов в Калининском районе уже в 2016 году растут и наши шансы на поступление в детский сад до достижения трехлетнего возраста. Детский сад, школа, институт. Хочется, чтобы наши детки хорошо себя вели, везде успевали и всегда были первыми. Но не у всех это получается. Причин бывает много. Одна из них кроется в самом начале, в появлении малыша на свет. У нас на связи Анатолий Шумаков. Он расскажет, как ликвидировать последствия родовых травм и даст полезные советы беременным. Шумаков Анатолий Викторович. Руководитель клиники, главный врач, мануальный терапевт, терапевт, иглорефлексотерапевт, невролог. Анатолий Викторович – основатель клиники, награжден почетными грамотами, пользуется заслуженным авторитетом и любовью у больных и персонала. Итак, первый вопрос. Многих беременных беспокоят боли в спине и пояснице. Что нужно делать, чтобы облегчить свое состояние? В таком интересном положении женщина должна больше двигаться. Она должна делать зарядку, она должна больше гулять. Потому что движение – это жизнь. Мануальный терапевт обычно помогает в каких-то критических случаях. Когда, например, очень болит поясница, ну, в силу того, что бывают там грыжи в поясничном отделе позвоночника, бывают протрузии. И обычно, когда живот растет, он утягивает поясницу, грыжи еще больше ущемляют нервы, и возникает боль там по ходу ноги или еще что-то. В таких случаях мы помогаем. То есть делаем специальную мануальную терапию для беременных. Вот. Бывает, к нам обращаются с головными болями. Это тоже такая достаточно частая проблема. Тоже ничего не мешает поработать шейным отделом позвоночника и убрать головную боль. С этим мы тоже работаем. С детьми когда нужно обращаться за помощью мануального терапевта? Какие должны быть показания? Обычно к нам обращаются уже с месячного возраста. То есть пока вот ребенок родился, примерно в течение месяца у него еще сохраняется после родовой отек мозга, да, то есть у него вот та травма, которая была во время родов, она уходит, да, и что-то остается. И вот с этим мы уже работаем. К нам часто достаточно обращаются те, которые, например, с первым ребенком к нам ходили, и если они у второго ребенка видят какую-то патологию, они с этим обращаются. Он беспричинно кричит по ночам. Он плохо спит. Значит, значит, у ребенка что-то происходит. Значит, надо искать врача для того, чтобы понять, что происходит. Почему он беспокойный? Как правило, это внутричерепное давление. Родился ребенок, пол черепа всплюснуто. Оказывается, что внутриутробно, когда еще ребенок находится у матери, и когда особенно есть тонус матки, там же кости, и если он лежит неудачно, там есть разное положение плода, часть черепа, она может смяться. Он рождается с таким черепом, деформированным, он может быть башенный череп, может сюда, может вообще затылочных костей, кости туда ушли. А мы знаем, что затылочная доля – это зрение. И задача мануального терапевта – эти косточки раздышать, раскачать, пошевелить, для того, чтобы косточки приняли свое обычное положение. А это для чего нужно? Для того, чтобы мозг ребенка мог нормально развиваться. Недавно был месяца два назад ребенок, ему еще не было месяца, но у него уже были смещены шейные позвонки. Это определили на УЗИ шейных позвонков. То есть ему назначен был корсет на шею полгода носить. Но вот в течение 15 сеансов мы это все исправили, и уже ношение корсета не нужно. Можно увидеть криво шею. То есть, например, ребенок в одну сторону больше поворачивает голову, а в другую меньше. Это значит наш пациент. Кроме того, ребенок может обратиться, к нам могут обратиться, если есть деформация костей черепа. Я слышала, бывают детки, которые в два года не разговаривают и не умеют ходить. Это тоже последствия родовых травм? Если есть такие большие отклонения, надо сразу же как бы не только лечить лекарственной терапией. Но ведь если вот мы обратимся к шее, вот мы видим в шейном отделе вот эту позвоночную артерию. Она очень важна. Мы видим, что она проходит в позвонках. Вот прям в позвонках. И если позвонки смещены, значит, эта артерия ущемляется. А это 30% кровоснабжения головного мозга. Вот. И задача врача-мануального терапевта, вертоброневролога, эти позвонки поставить на место для того, чтобы кровь легко шла. Еще что мы можем увидеть у наших детей, это непропорциональный череп. Когда позвонки смещены, не только нарушается, вот, ущемляется артерия, но и есть жидкость, которая омывает головной мозг. Это ликвар. И он плохо оттекает из головы. И череп раздувает у ребенка. У него повышается внутричерепное давление. И вот это... Мы видим, что у него череп большой, непропорциональный. Почему необходимо начинать лечение как можно раньше? Какие могут быть последствия? Большинство детей требует для того, что, ну, какой-то помощи. У кого-то тазобедренные суставы плохо двигаются. Вот сустав. Нет нормального кровоснабжения головки, головки бедренной кости. Это тоже лечится мануальным терапевтом. Я позавчера отправил девушку 14 лет на томограмму шейного отдела позвоночника. И там обнаружилось 5 протрузий шейных позвонков. То есть это была хорошая родовая травма. У нее до сих пор внутричерепное давление. Ей... Она медлительная. Ей тяжелее, чем обычным детям учиться. Внутричерепное давление, оно никуда не уходит. То есть организм начинает к этому состоянию как-то приспосабливаться. Как-то с этим жить. Но мы можем это дело облегчить. Облегчить состояние детей. Потому что сейчас идет очень большая инвендиализация детей. Очень много детей, которые родились там полкилограмма, килограмм, два килограмма. Это, к сожалению, наши пациенты. Потому что они к нам приходят. И мы с ними дорабатываем. Что вы можете посоветовать молодым мамам, которые еще не решили? Нужна помощь мануального терапевта их детям или нет? Можно сделать УЗИ шейных позвонков, о котором я говорил. Можно сделать УЗДГ сосудов шеи. Посмотреть, как хорошо там циркулирует кровь. Посмотреть на своего ребенка немножко по-другому. Нужно не просто менять памперсы, не просто кормить его. Или грудное вскармливание, или еще какое-то. А нужно заниматься ребенком здоровьем буквально с рождения. Потому что то, что заложено в первые года жизни, это будет потом с этим ребенком всю жизнь. Что ж, здоровье вашего малыша в ваших руках. Не забывайте об этом. Тем временем продолжается конкурс на самую оригинальную фотографию беременной. Присылайте свои фотографии на адрес, который вы видите на экране. По истечении месяца победительница голосования, беременная очаровашка, примет участие в нашей программе. На этом наше время вышло. Желаю вам крепкого здоровья и интересного положения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok